После 15 сеансов лучевой терапии под левой подмышкой выскочили шишки. Лечащий врач сказал, что это не лимфоузлы, а болезнь сально-потовых желез, что нужно мазать леотоном, но не помогает. Ну, попробуйте обратиться к хирургу, к другому врачу, чтобы он с свежим взглядом оценил эту ситуацию. Действительно, может быть, это какая-то проблема хирургическая, чисто такого гидроденит, или это что-то другое. Ваше отношение к вакцинам при лечении рака только что рассказала. При колоноскопии обнаружили полип на 4 см из шануса, удалили плоскоклеточный высоко дифференцированный рак прямой кишки. Инвазия до 1,5 мм в сторону пределов слизистого слоя. Т1,0,0 прошла химио-лучевая терапия. Какая вероятность рецидива? Во-первых, плоскоклеточный рак, наверное, анального канала, потому что рак прямой кишки – это аденогенные раки, это аденокарцинома. Если опухоль пропала совсем на фоне проведения химио-лучевой терапии, если вы хотите избежать хирургического лечения, тогда вам необходимо проходить повторные обследования, как минимум МРТ, каждые 3 месяца. и оценивать, что-то изменяется в этом рубце или нет. Вероятность рецидива при полном клиническом ответе от 5 до 15%, если мы говорим про плоскоклеточный рак. При аденогенном раке выше гораздо. Скажите, пожалуйста, если капают эксаметазон при химиотерапии, когда можно прививаться. Ну, собственно, в момент прохождения курса химиотерапии, наверное, не очень хорошо делать прививку, но в промежутках между курсами вполне можно. Через сколько времени после лапароскопической операции начинает Фалфокс? Обычно после операции рекомендуют начинать химиотерапию, если она показана в течение 1-2 месяцев, ну, максимум где-то 60 дней после операции. Посоветуйте, пожалуйста, терапевта в Москве, который поможет сопроводить химиотерапию. Ну, вот именно по сопровождению химиотерапии сложно сказать. По химиотерапевтам я уже говорила. Самые грамотные в Москве – это Данил Львович Трояковский, заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й городской больницы, но к нему сложно попасть. И Федянин, он раньше, насколько я помню, работал в Бонкоцентре, также принимает и в платных клиниках. Можете к ним обратиться, и если нужна будет какая-то поддержка по сопровождению химиотерапии, то можно у них узнать. Эрозия может переводиться непонятно во что, так как можно к вам попасть на приемы и обследования. Есть все контакты в шапке профиля. Можете написать в Директ. Вчера сделала прививку. Пошли сгустки крови. Делать ли вторую прививку? Не совсем понятно, что дальше. Если у вас активная опухоль, неудаленная, то она может кровить, и это никак не связано с прививкой. Более подробную ситуацию опишите. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. В онкологии как можно обслеживать эрозия? Может переводиться в онкологию? Как можно отслеживать? Если вы про эрозии в кишечнике, то только колоноскопия и при необходимости биопсия. Так, при лейкоцитах 3,5 на 10, 9. К чему это? Продолжение следует... Так. Продолжение следует... Продолжение следует...